2011 ударов Сейкентский Чудан в честь наступающего 2011-го выполнили тренеры-преподаватели, обладатели черных поясов, лучшие ученики и ведущие спортсмены Федерации Киокушинкай Каратэ Дом. Марафон 2011 прошел во всех филиалах Федерации. Салдинскую школу каратэ в Нижнем Тагиле представили воспитанники Сергея Бартова, тренера физкультурно-спортивного клуба «Старт». Сам Сергей также встал в ряды для выполнения прямых ударов в область живота. Удары выполнялись под счет непрерывно, но никто из каратистов не сбился и все выдержали заданный темп. Несложные на первый взгляд упражнения требуют умения как напрягаться, так и расслабляться. Подобный марафон проводится впервые после многолетнего затишья. Но руководители Федерации надеются, что традиция новогодних тренировок с этого года возродится. А 3 января салдинские каратисты перенесли свои тренировки в Тирус. Спортивные сборы на зимней смене также давняя традиция. 32 воспитанника секции Киокушенкай во главе с тренером Сергеем Бартовым составили полноценный отряд, которому в лагере присвоили номер два. Отличали ребят усиленные тренировки три раза в день. Отрабатывались удары, комплексы ката и, разумеется, растяжка. Все усилия были направлены на подготовку к областному рождественскому турниру, который 9 января прошел Верхотурье. И откуда ребята вернулись с победой? Вадим Дугинов, Дима Артемьев и Сергей Ляпцев заняли первые места, а Илья Зарихин и Илья Углов поднялись на вторую и третью ступени Кедестала почета. Но не стоит думать, что второй отряд держался в Тирусе особняком. Ребята органично влились в число 169 отдыхающих на зимней смене детей и сотрудников корпорации. Принимали участие в катании и на коньках, и на ледяной горке, засветились во всех общелагерных мероприятиях, конкурсах, викторинах, дефиле снегурочек и даже танцах. На сцену поднимались часто, но самым ярким стало показательное выступление, в котором каратисты показали технику кио-кушина. Так каратисты наглядно доказали, что в спорте нет каникул, но при грамотной организации можно совместить и отдых, и тренировки. Продолжение следует...